приветствую друзья я виталий портников наемники из так называемой частной военной компании вагнер созданной шеф-поваром путина евгением пригожиным понесли тяжелейшие потери в новых столкновениях с антиправительственными повстанцами на территории центральной африканской республики главной целью вагнеровцев как известно является не только защита режима президента туадеры в этой стране но и установление контроля над прибыльными золотыми рудниками на территории центральной африканской республики здесь есть очевидный финансовый интерес самого евгения пригожина есть очевидный интерес президента россии владимира путина этого известного коррупционера и бандита и есть интерес российского государства как такового ведь золотые прииски в центральной африканской республике могут помочь стабильности российской национальной валюты после того как санкционное давление западных стран на россию усилилось в последние месяцы месяцы российского нападения на украину тем не менее говорить о каких-либо серьезных успехах вагнеровцев территоральной африканской республики не приходится повстанцы с которыми общались западные журналисты отвечают что бойки который состоялся на границе центральной африканской республики с камеру нам и чадом был именно боем с российскими военными а вовсе не с войсками центрально африканской республики и результаты этого боя были неутешительными для российских наемников этих бандитов и насильников источники утверждают что среди погибших было от 7 до 17 боевиков вагнера и что вагнеровцы проявили в этом бою свою очевидную военную некомпетентность и неспособность реагировать на вызов таким образом можно говорить об одной из самых тяжелых для вагнера операций и повстанцев против этой террористической организации со времен боев против исламских повстанцев в мазамбике в 2019 году пригожин еще недавно утверждал что не может вывести вагнеровцев из центральной африканской республики и перебросить их на позиции на территории украины потому что пообещал президенту туадеру защищать его от собственного народа и готов сдержать свое слово но может оказаться так что вскоре евгению пригожину попросту некого будет выводить с территории центральной африканской республики что все российские наемники погибнут в сражениях с центрально-африканцами и уже не смогут участвовать в бандитских нападениях вагнера на украинские города и селения было бы хорошо если бы произошло действительно так очевидно и то что с каждым годом пребывания российских наемников на территории центральной африканской республики экономическая и политическая деградация этой страны только усиливается и усиливается нежелание центральной африканской армии участвовать в боях с повстанцами и защищать режима президента туадеры которые те на данный момент полностью зависим только от российских штыков на которых и сидит действующий президент центрально-африканской республики именно поэтому многие политические активисты и представители общественности центральной африканской республики все чаще советуют президенту туадере уйти в отставку и создать условия для создания правительства национального единства эксперты утверждают что вагнер все равно не способен полностью контролировать все золоторудные рудники центральной африканской республики на территории нескольких рудников продолжаются боевые действия повстанческие группировки объединяются перед лицом общего врага чтобы защитить собственные доходы от добычи полезных ископаемых и выходит что не эти деньги не деньги с тех рудников которые контролируют вагнер попросту говоря не идут центрально-африканский бюджет а жители центрально-африканской республики между тем умирают от голода отсутствие чистой воды и электроэнергии можно сказать что российские наемники в центральной африканской республике творят практически тоже зло которое они творят на территории украины и удивляться этому не приходится ведь россия всегда ведет войны с мирным населением женщинами и детьми ведь главной целью войн русских всегда является грабеж и насилие деньги идут в руки коррумпированных российских элит а насилием наслаждаются рабы которые только военных столкновениях могут утвердить свое собственное ну скажем так человеческое достоинство или что они там считают таковым так что по большому счету нынешнее поражение центрально-африканских вагнеровцев в боях с повстанцами в этой стране может стать еще одним важным шагом к их окончательному поражению в африке оказалось что вся путинско-пригожинская авантюра с получением центрально-африканского золота и алмазов для собственного обогащения и поддержания стабильности российского рубля на самом деле не может быть воплощена в жизни в том виде на который рассчитывали путин и пригожин когда организовывали африканскую авантюру оказывается что и на президента франции эммануэля макрона больше нельзя повлиять с помощью шантажа связи с усиливающимся российским и уменьшающимся французским влиянием на континенте тем более что теперь макрон должен просто ожидать ожидать момента пока вагнеровцы будут окончательно уничтожены или изгнаны с территории центральной африканской республики ожидать когда президенту туадере придется уйти в отставку с поста главы государства или погибнуть в сражении со своими оппонентами и уже тогда новая власть центральной африканской республики которая будет просто озабочена необходимостью создание стабильной те ситуации для выживания самого государства просто вынуждена будет обратиться к парижу с просьбой о содействии в восстановлении стабильности и в восстановлении нормальной жизни в этой африканской те стране каждый погибший вагнеровец можно сказать только увеличивает шансы на то что центральной африканской республики удастся навести хоть какой-то порядок и ее жители не будут умирать от голода и отсутствие необходимых средств для нормальной жизни спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписаны мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти ресурсы пользуйтесь функцией через спонсорство в самом youtube мира вам